Мичуринцы против овощей и фруктов. Те, кто живет на улице имени известного русского селекционера, беспокоятся о заброшенном торговом павильоне. Продавцы из него давно съехали, но прохожие продолжают заглядывать в киоск. Правда, совсем не за покупками. Городской дозор разбирался, почему ответственные закрывают глаза на проблему, а не сам киоск. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водумавшихся о перспективах. Меня беспокоит, прежде всего, антисанитарное состояние. Все-таки это центр города. И сейчас идет таяние. Отсюда вонь пойдет на весь квартал, и крыши поползут. Опасаясь антисанитарии, жители стали писать жалобы во все инстанции. Но ответы, говорят, не обнадеживают. Взять и снести павильон нельзя. У него есть хозяин. Правда, неуловимый. Не находится ни собственник данного строения, ни человек ответственный за... Ну, как хотя бы представитель собственника какой-то. Никого найти не могут. Одни отписки, что вот мы разыскиваем, а что разыскиваем, кого разыскиваем, мы так и не знаем. Поиском владельца занимается и районная служба заказчика. По словам квартального, собственник сменил адрес регистрации и уехал в другой город. Об этом уже известили чиновников. Но ситуация отнюдь не безвыходная. Скорее, наоборот. Сейчас администрация Октябрьского района готовит иск в суд на признание объекта нестационарной торговли заброшенным и в дальнейшем ликвидировать данный объект. Жителям придется еще какое-то время потерпеть. Зато уже не приходится сомневаться. У этой истории будет счастливый исход. Юрий Шумков, Алексей Богданов, Городской дозор.